Это кадры коммунальной аварии на Димитрово, которая произошла на днях. Из-за повреждения теплосети, которые более 30 лет, без тепла остались порядка 20 домов. И это не единственный случай после первых морозов. Сотрудники СГК оперативно устранили порыв. Это может происходить в отопительном сезоне, рассказывают руководители сибирской генерирующей компании, когда на фоне резкого похолодания температуру теплоносителя повышают от 70 до 120 градусов. В этих условиях изношенные трубопроводы выходят из строя. Сегодня в Барнауле замены требуют более 50% сетей, то есть около 700 километров трубопроводов. Чтобы все сети, ресурс которых превысил, точнее срок службы которых превысил 30 лет, и они исчерпали свой ресурс, вот необходимый затряд порядка миллиарда полутора на каждой из городов. И эта сумма только на Бейск и Рубцовск. На Барнаул понадобится гораздо больше 21 миллиард. Заменить все теплосети сразу невозможно. Но в СГК стараются минимизировать возможные повреждения сетей в зимний период. Каждое лето тепловики проводят испытания трубопровода в повышенном давлении, которое позволяет выявить проблемы и вовремя их устранить. В этом году таких нарушений было около 500. Также на встрече затронули темы с неправильным распределением тепла в доме из-за недоработок управляющих компаний. Я вас уверяю, а мы знаем о каждом доме все. Сколько тонн воды мы должны дать, какого качества. У нас все это прописано по каждому потребителю, по каждому жилому дому. Положено там 2 тонны воды в дом поступить, а туда идет 3,5 тонны. И все равно жители жалуются. Но это о чем говорят? О том, что внутри вообще не распределено. Из-за этого в одной квартире может быть 25 градусов тепла, а в другой – 17. Если жители сталкиваются с подобной ситуацией, им стоит обратиться в управляющую компанию. По словам директора сетевого подразделения СГК, тепловики не преследуют цель заморозить или перегреть своих потребителей. Ирина Корчегина, Александр Антропов. Наши новости.